Наставник Рубина Александр Иванович Хараськин. Оксан Иванович, за счет чего сегодня собирались успешно сыграть со Спартаком? Хотели оставить соперника без мяча, больше контролировать ход игры, но из-за технического брака больше произошло несколько, даже не несколько, а много, не очень хороших моментов, ошибок, которые привели к пропущенным голам. А у Спартака есть хорошие исполнители, которые просто такие потери не оставляют. У вас было несколько, даже в стартовом составе, три, по-моему, игрока 2005 года рождения. Можете оценить их игру? Ребята молодцы, играют на год старше, физически им, конечно же, тяжело, но с другой стороны, ребята представляют сборную России, многие из них, и неплохо, я считаю, и достойно выступили, особенно Рожков и Илья в сегодняшнем матче. Рубин неплохо атаковал, неплохо прессинговал, но во втором тайме почти не добирались до штрафной Спартака. С чем это связано в большей степени? Ну, пришлось произвести определенные замены, вот, и где-то качеств и умений, я думаю, нам не совсем хватает. Нужно над этим, очень серьезно работать. Спасибо. Игрок команды Рубин, Эмиль Шевалеев. Эмиль, тебе не удалось сегодня выйти на поле, рвался? Конечно, очень хотелось играть, когда смотришь, как пацаны играют, стараются, хочется им чем-то помочь, но, к сожалению, у меня травма, и из-за этого я не смог им помочь. А как ты думаешь, чем ты мог сегодня помочь команде? Ну, я думаю, что как минимум я бы смог чуть зарядить пацанов, как-то с характером более мы бы играли. Ну, я бы, думаю, показал свои лидерские качества, и, думаю, чуть было бы получше. Чего сегодня все-таки не хватило Рубина в первую очередь? Ну, есть определенные кадровые проблемы, может, с этим связаны. Ну, а так, у нас не получалось сегодня играть в свой стиль, в который мы стараемся играть. Не знаю, почему не получилось сегодня хорошо сыграть. Спартак чем-то удивил вас? И если да, то чем? Ну, я бы не сказал то, что удивил, просто пацаны делают свое дело, все молодцы, стараются, бьются. А так, я бы не сказал, что чем-то они удивили вас. Спасибо. Андрю! Капитан Спартака Андрей Шутин. Андрей, с победой. Но Спартак сегодня от первой до... Ну, не от первой, может быть, начальной матча. И до последней минуты пытался атаковать. Соскучились по забитым мячам? Спасибо, да. Рады, что победили. Удалось реализовать большую часть своих моментов. Будем работать над тем, чтобы играть на ноль. И рад, что получилось самому забить. Мне показалось, что вот сегодня как раз тот день, когда Спартак почти все свои моменты реализовал. Так ли это? Большую часть. Конечно, никогда нет стопроцентной реализации. Будем работать, чтобы еще больше забивать. Как это повлияло, то, что вот долго не было в втором тайме забитых мячей, то, что преимущество уже и после первого было большое? Конечно, хочется все время забивать, не останавливаться на достигнутом. 4-1 это не самое крупное преимущество. Хотелось развить счет. Команда соперника долго сопротивлялась большую часть второго тайма, но удалось забить потом даже несколько быстрых голов. Без замены играете, Андрей? За счет чего вам удается до самой последней минуты держать такой высокий темп? Да, тяжелая ситуация. Много травмированных, дисквалифицированных. Мы играем без замены уже не первую игру, работаем над физикой. У нас нет вариантов, терпим в любом случае. Вместо нас некого выпустить, либо команду в меньшинстве оставить, либо трудиться. Не, я имею в виду, вы над физикой так серьезно трудитесь. Это происходило в подготовке перед сезоном, перед вторым кругом, первые матчи второго круга. И уже, мне кажется, вышли на оптимальную форму, когда выдерживаем 90 минут. Ну и скажи, наконец, про свой гол. Гол-то красиво получился. Да, редко забиваю, но когда забиваю, вроде красиво получается. А кому ты показывал вот этот жест? Можешь сейчас его повторить? Я помахал рукой, у меня на трибунах сегодня папа и брат. Рад, что они увидели это вживую. Спасибо. Алексей Николаевич Леонов, наставник команды «Спартак». Алексей Николаевич, ну скажите, да, вы, насколько я мог слышать, до последнего просили своих подопечных прессинговать. Это был такой план на игру? Не, ну концовка, да, уже видно было, что соперник подустал. И как раз вот такой высокий прессинг нам бы пригодился в этой игре. В принципе, это же идет, в общем-то, обучение какое-то в любом случае, да, каждая игра. Вообще, задача была у нас немножко отходить назад, да, что у нас и получилось в первом тайме. И, в общем, в центральной зоне встречать, отбирать и быстро проводить атаки. Вот, ну а второй тайм, концовка, я еще раз хочу сказать, что старались уже высоко играть, потому что возвращаться тяжело назад. Особенно первые мячи дались во многом за счет того, что перехватывали мячи в центре поля. Это тоже было какое-то задание на игру? Это или экспронт от игроков? Нет, нет, в общем-то, расчет был на этом. Мы насытили середину, там практически пять полузащитников мы сегодня играли. И задача была именно в центральной зоне вот этот отбор, да, и быстрый выход. Сложилось такое впечатление, что «Спартак» серьезно подработал над реализацией за последнюю неделю. Сегодня забили почти все, что создали. Ну, мы, в общем-то, всегда работаем над реализацией. Ну, в Питере, честно говоря, сложно было, да, нам другого. По разным причинам. Да, да, по разным причинам, да. Хотя настрой был, в общем-то, достаточно такой боевой у нас. Поэтому от игры к игре сложно сказать, да. Вот сегодня забили. Спасибо. Спасибо. Спасибо.